Никто не знает, откуда берется вдохновение художника. Об этом размышляют поэты и литераторы. Сиднейская художница Елена Косенко выставляется в Сиднее и Мельбурне. Рисую я с самого детства, и мне очень повезло в жизни, потому что вся моя семья, они не связаны с рисованием, но все они очень творческие люди и очень понимающие люди. Я получала поддержку на своем пути со всех сторон. У меня никогда не было проблемы с тем, чтобы люди меня не понимали, мое стремление к искусству. В своей живописи Елена Косенко полностью воспроизвела особенности местных построек и пейзажей, добавляя при этом немного европейского колорита. Елена родилась в Восточной Украине в 1977 году. Училась в Харьковской государственной академии дизайна и искусств и выиграла первое место в конкурсе депланированных студентов Академии искусств. Затем она получила степень магистра в области изобразительного искусства и открыла компанию по дизайну интерьеров, по специализации графический дизайн, которая принесла ей успех. В то же время она продолжала заниматься карьерой художника. Рисовать здесь начало 6 лет назад, после того, как я прошла курс английского, и, в принципе, осмотрелась, обустроилась и решила, чем я хочу заниматься. На Украине я занималась дизайном интерьера, поэтому многие мои работы очень графические. И это то, чем мне нравится заниматься. Я люблю рисовать, рисовать, писать, и чему я хочу посвятить, в принципе, всю свою оставшуюся жизнь. В своих картинах она использует различные графические материалы. И часто она смешивает эти детали. Она использует всю цветовую палитру и ряд различных стилей. От сюрреалистического и неоиндустриального до реального. Елена говорит, что ее вдохновение приходит, в первую очередь, от реальной жизни и от тех интерпретаций, которые она получает в виде предметы в различных обстановках. Я не спонтанный художник, я не могу рисовать моментально. Мне нужно все это обдумать. Я рисую, начиная с идеи. Идея возникает в голове, я потом делаю небольшой набросок. А откуда идеи берутся, я не могу это объяснить, в принципе. Я всегда ищу какой-нибудь сюжет. То есть всегда смотришь. У меня несколько есть работ, допустим, особенно линейные мои графические работы. Я как сейчас помню, был какой-то фильм по телевизору, и женщина играла на биолончели. Это была просто секунда. И я эту секунду просто сделала быструю линейную зарисовку, и это превратилось в работу. Ей нравятся самые разнообразные австралийские пейзажи. Ее вдохновляют море, люди и созданные руками человека сооружения. Как архитектор в его творческом пространстве, говорит она, мне нравится рисовать в уме картины. Мне нужно видеть образ зафиксированным. Он должен быть определенным. А потом я выбираю материал, который я буду использовать. Размер картины и, наконец, ее расположение. Здесь, когда я начала рисовать, мне начали, ну, как бы, люди поддержали тоже. Мне начали давать призы какие-то. И он получился как снежный ком, но в хорошем смысле слова. Потому что, как бы, затягивает творческая жизнь, да? Ты начинаешь общаться в этом кругу, начинаешь больше выставляться. И когда тебя признают, да, у меня есть люди, которые коллекционируют мои работы, когда друзья твои начинают тебя поддерживать, и, как бы, обрастаешь друзьями, обрастаешь, как бы, новыми знакомствами. Все это, как бы, подвигает и вдохновляет.